Какая-то фантастика. Вчера сборная играла товарничок с нефтяником. Стоит вообще играть такие? Ну я тоже играл, когда у нас простой был, мы с ССК играли. Так Лобановский... Не расслабляет это? Да нет, ну просто каждый день тренироваться. Когда у нас в парке были, одну игру мы не играли, поэтому, ну чтобы не играть между собой, может какой-то соперник. Ну конечно договаривались, чтобы не били сильно. Так Лобановский покойный же играл с Абалонио, сборная. То же самое примерно. Мы ездили в Руид, играли с пивзаводами. Ну это правильно, по 100 марок зарабатывали. А вы по 100 марок? А мы бесплатно у нас с этими, как я говорю, с барменами. Мы так же играли, только бесплатно. Мы бились там за 100 марок, мы зимой играли, 7-0 первый тайм выигрываем. Он говорит, если еще 8 не забьете, не получите вообще ничего. Ну и сколько забили? 15. Тут 100 марок, ты понимаешь, мы уже там посчитали, что можно что-то купить. А тут друг у тебя забирают. Игроки были, ну если можно сказать так, в расцвете сил. Это очень важно. И я какую-то лепту внес в то, чтобы Олег поехал на чемпионат мира. И Лобановский, и Саба. И когда мне передавали сборную, конечно, каждый из этих специалистов оставил свой след. А вот же Буряк претендует на ваши лавры, что он соавтор тьей сборной еще не выдавали. Нет, я могу сказать, что можно претендовать на лавры, допустим, Динамо Киев, или как в КМСКВА я работал. Мы собрали игроков, ну не дали времени по разным причинам, да? То есть я могу сказать, что мы создавали сборную, но я не думаю, что можно сравнивать меня с... Да, но слишком много соавторов получается. А так же больше один... Владимир, это не ты, оказывается. Нет, Вить, я хочу сказать, а где же были эти соавторы, когда я проигрывал? То, наверное, меня ругали. Ругали против вся страны. Да? Подожди, нет, я же хочу... Я проигрываю соавтором, вы не знаете. То есть когда все хорошо, то хорошо, да? Что сейчас будет со сборной у Маркевича? Ну, то, что я говорил, то, что было у сборной у Михаличенко. Надо перестраивать сборную. Может быть, будете соавтором, если что-то... Не-не-не-не, я никогда не обсуждаю других тренеров, они видят по-своему футбол. Второе, опытная команда у меня была, я же говорил, за два дня создать, во-вторых, я не знал, от чего отталкиваться. Потом пришел в один прекрасный момент и понял, что в Днепре есть там шесть человек, от которых надо отталкиваться. Вот от этого и толкнулся. Костяк какой-то, потому что до этого был бордель. А что вы думаете, что от четыре помощника? Ну, три, я имею в виду. Да нормально, в принципе. Ни много, ни мало как. Потому что сейчас же модно семь, там, восемь. И ваш Альтман, ну, дело не в этом. Главное, как распределяются эти обязанности. Но они в основном все заняты. Калитвинцы же в Динамо 2, Мирон Маркевич. Ну, до этого я всегда слышал, что совместительство никогда не будет. Да? Это правда. Ну, да. То есть я помню, ну, совместительство можно было при Лобановском. Когда костяк был Динамо Киви, добирая Спартак и Реван там еще. А вот сейчас я не слышал. Ну, давайте посмотрим, честно говоря. Ну, то, что сборную перестраивать и молодежь должна вливаться. То есть смена поколений вы считаете? Конечно. Это я еще говорил, что перед Михаличенко. Все равно уже назрело. Хотим мы не хотим. Вечного ничего нет. Да. Я когда-то уходил, он когда-то уходил. Шевченко когда-то уходил. Так а что с Шевченко? Я выстрелил Сомой. Не знаю. Это зависит, если он будет в порядке и спина болеть не будет, то он, конечно, будет играть. А требуем играть? Чи может нам готовить справдю молодую сборную? Как это сделал, когда-то Межаке? Ну, во-первых, надо посмотреть. Я бы в этих играх посмотрел, как вписывается Шевченко с этой молодежью. А дальше уже может приглашать, не приглашать. Но второе, я говорю, выиграли юношеский чемпионат в Мариуполе, в Донецке. Ну, колитом все ждали. Да, еще ждали. Но это еще не значит, что эта молодежь заиграет. Она же не играет в своих командах. Ну, нас и дыть. Причем? И когда мне говорят, что кто-то вытаскивает как Славочки, так я вытаскивал Славочки. У меня же половина команды не играла. Воробей не играл, Белик не играл. И еще половину команды, я могу назвать, которую, наверное, сейчас Радченко не играл. Вот сейчас Тимошюка и Чегринский не играют, фактически. Так они где не играют? Ну, они уже прошли, да, где не играют? А если в украинском чемпионате не играют? Тут как не было правого защитника, так до сих пор ищут. Те же проблемы не остались. То, что молодежь потянет или не потянет, ну, это очень сложно сказать. За ваших часів молодь називали Чегринского и Милевского, которого вы взяли на чемпионат, хотя и не выпустили. А, Чегринского не выпускали, Милевский забил. Где? В профессиональных? Да. Ну, в 17, в 18. Ну вот. А у нас 24 молодой талант. Подающий надежды. А, или подающий надежды. Или мячи, или надежды. Или мячи, или, ну, мячи, там мальчики еще более. Пять роков он подает, да, сподевания. А потом год играет. У меня интересное вопрос, как загадка, как вы считаете? А на каком стадионе будут квитки дорожьи? В Харкове на Литве, или в Львове на Румунии? Во Львове. А вот почему? Я тоже думаю, что в Львове. Там просто фанаты. В той обстановке, в которой у нас было, мы играли там, я такого не видел. Это дивно, однако вы все угадали, хотя я был переконан в другом, и я дивлюсь на раскладку по Харкову, у Харкови квитки 20 до 250, и переважная большинство будет 30, потому что в Харкове есть стадион, а в Львове будуйте, треба грошей. Квитки будут на старом стадионе, квитки будут тоже 30, однако переважная большинство 80, а не 30. Это на 50 гривен? Не забывайте, что это еще с Румынией игра, а не с Литвой. Ты думаешь, что это все равно, но я хочу тебе сказать, по логике, смотри, раз сборная Маркевич в Харкове, и это в Харкове, то болельщики должны были прийти просто на Маркевич. За 30 гривен. За 30. А здесь прям за 80. За 80. Понимаешь? Зрозумело. Давайте перейдем к очень важной теме, которая... Кто виноватый? Виноватый легионер. Давайте к лимиту перейдем. На этой неделе все действующие лица высказали свое мнение по поводу того, что нельзя увеличивать лимит. И в прошлом году, напомню, должно было быть те же самые люди. А вот же газета лежит, там все написано. Достояние о том, что снова должно быть 4 украинца. Как вам кажется? Нужно лимит увеличить? Давай исходить из того. Если бы я тренер сборной, я ратую, конечно, за лимит. Я сказал 7, вообще должно быть украинцам. Давайте посмотрим сюжет. За лимит точно. Какой лимит, тут уже определять. Сюжетки кажут не только про лимит. 7, 7. Давайте. Поселите рівень української збірної за рахунок послаблення українського чемпионату. З прицелом на Євро-2012 Суркіс і компанія збираються затвердити таку нехитру ідею на найближчому виконкові ФФУ. Попри свою сердечну прихильність до космополітизму, у новому сезоні Мірчилу Ческу не зможе випустити одночасно більше 6 іноземних футболістів. І вже за рік ця цифра і погодів зменшиться до 5. План штучного відтоку пересічних легіонерів виношовували вже давно. Проте, хто ж посміє його втілити у реальність, якщо Шахтар виграє кубок УЄФА із сімома мігрантами в основі? Цього ж сезону все стало на свої місця. Гірники та динамівці стріском провалилися у Єврокубках, а подвижники українського футболу нарешті отримали можливість безперешкодно ампутувати зайвий рудимент. Я вважаю, що треба взагалі скасувати ліміт. Якщо 11 легіонерів, хай грають 11. Віктор? Не, якщо хороші легіонери, то я согласен, що хоч 15 їх пусть буде. Я б зробив одне змінення. Со сторон бувшого СССР не считав би легіонерами. Це перше. А вторе, я вважаю, що 5 легіонерів – це вполне нормально. Хороших? Хороших. А ціна ж на українських гравців… А те, що вони грають у УЄФА, виіграють, чи у ЛЮЧемпіона, пускай грають всіх, хоч 11. У нас виходить, що штучна ціна на українських гравців зростатиме через це. Капиталізація України. Це є в Росії. В Росії мало-мальське, коли є ліміт. Це я столкнувся, коли працював в Росії. Ціна виростає фантастично. У нас те саме. Він ще по міцю бить не вміє, але від того, що є ліміт, і треба ставити, і треба заміну, і тому все виростає. Про ціну і вартість гравців влучно сказав Суркіс про те, як він хотів купити одного з гравців Дніпра. Ми хотіли б, допустим, звізду, відкрившуюся в Дніпропетровському. Коноплянку. Коноплянку. Але він не продається. На що ми будемо обсуждати? Якщо він не продається. Ну, естественно, ми поінтересовались, він не продається. Состоятельний президент Дніпра, Ігорь Коломойський, який не продається, і його не інтересується. Тут проблема в іншому. Був вже Кравченко в київському «Динамо», брали Кравченко і Шахтер. Много футболистів, які брали. Вони просто тот же гладкий, який потерявся в Шахтері, я считаю. Конечно, конечно. Так там все бразильці между собою играють. Можуть бути вред нашому чемпіонату. Тут ще неизвестно, що добре. Заіграє Коноплянка. Футболисту теж. Але йому приємно играти в київському «Динамо» і в Шахтері. Але це ще не знає, що я заіграю. А садити на лаві ми зручно? Некоторі сидять по 5 лів зарплату, мені платять і все добре.